Всем салют, дамы и господа, котанные кошечки У микрофона Олегрома, это рубрика Пища Инструмент В руках, ну точнее еще не в руках, а перед вами на экранах Вы видите ручку Стабило Достаточно известная компания Известна она прежде всего вот такими вот капиллярными ручками Я думаю, что у многих такие бывали И они мне очень нравятся И собственно, кроме них, я обычно этой марки ничего и не покупал Этого бренда Но вот позарился я Все-таки думаю, вот Стабило Надо взять Тем более комплект был достаточно интересный 5 штук плюс 2 Получается у нас 7 штучек Вот Опять же Фирма немецкая Расфасована в России Ну а здесь написано, что как и где Когда было основано Где чего, кем И как-то все интересно Вот достаточно интересный На мой взгляд Колпачок Такой необычной формы С какими-то прорезьями такими Сякими штучками Снимается Там отверстие Достаточно большое Это сделано для того, что если маленький ребенок проглотит И в горле застатарянит, чтобы он не задохнулся Чуть-чуть из отверстия мог дышать Ну вот так вот Так что убирайте ваш пищеинструмент как можно дальше Здесь написано, что сделано в Малайзии Вот Прозрачная часть Здесь надпись Стабило Так, вам не видно Сейчас Сфокусируемся Вот надпись Стабило 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 В общем чернила Которую при случае можно заменить На них тоже выгравирована стабило Выгравирован размер Какой-чего Дата изготовления Это 10-21 год Не знаю видно вам или нет Скорее всего ни черта не видно Но в общем вся информация есть Можно заменить При случае Это хорошо То, что она уже не одноразовая Можно менять Ставить любые другие чернила Должна писать тонко Должна писать тонко Колпачок сзади Сидит хорошо Прочно Никуда не девается Фиксируется По толщине 0,38 мм Обещано Ну давайте смотреть Почкучесть Такая же как у всех То есть тут чудес не случилось По толщине Вот не знаю 0,38 мм Ну пишет она вроде так же Как и Давайте сравним ее С Биг Раунд Стик Которую вы сможете В любом магазине В принципе найти И которая пишет По толще Но тем не менее Плюс-минус То же самое Цвет чернил Цвет чернил Знаете Темно-синий С небольшим уходом В фиолетовый Как пишется Мне бы хотелось Чтобы писалось Чуть помягче Да Она потоньше Конечно Но не настолько Тоньше Чтобы прям Называться Линером На мой взгляд Вот По поводу Клякс И всего прочего Остаются они Или не остаются Ну они остаются Не встречал еще Ни одну ручку Чтобы не оставались Кляксы Либо через время Либо еще как-то Но это Все равно происходит Это все равно происходит Если вас не смущает Цвет То Ну и нужно Как можно Тоньше Чтобы писало То наверное Это для вас Как ни крути Такой вариант Вот Сейчас сделаю Поближе Вот Пожалуйста По поводу Ну тут никто и не обещал Но даже видите Могу даже Вытереть Остатки Остатки Клякс Если сравнить ее С недавним Шнайдером Который я показывал Ну то выглядит Это так Цвет у Шнайдера Отличается Ну он мне этим и понравился В принципе Цветом И И письмом Здесь цвет Более такой жесткий Стандартный Но если его ни с чем Не сравнивать То пишешь и пишешь Ничего такого страшного Не замечаешь Вот В руке лежит Довольно Да довольно удобно Ребристая часть Вот здесь вот Помогает лучше удерживать Вот пожалуйста Никаких резинок Ничего нет То есть Чистый пластик Ну это опять же Из бюджетных Ручек На любителя Знаете Вот я Что могу сказать На любителя Я ожидал От Стабило Гораздо Большего Нежели То что я Получил Но опять же Я здесь высказываю Только свои оценочные Суждения Ничего больше То есть Насколько Прекрасен Для меня Это Вариант Их продукции И нравится Вот настолько Я не ожидал Что шариковый Вариант Будет такой Но опять же Вот посмотрим Можно еще что-нибудь Поискать Будет взять Еще какие-нибудь Шариковые ручки Посмотреть Может быть Это самый бюджетный Какой-нибудь вариант И все такое Прочее Стоил он Мне обошелся По-моему В 200 рублей За Ой Я сказал 7 штук Их не 7 Их 8 8 штук Получается Тут сколько 5 6 7 8 Вот Такие дела Уже Частично У меня Эти ручки Разобрали Соответственно Ну и Че не купишь Все растаскивают Потихонечку Ну и хорошо Ручки для того И нужны Чтобы писать Вот так Вот это выглядит Вопросы Обычно Бывают Подойдет ли Для школьников Для студентов И т.д. И т.п. Ну Знаете так Брать самые бюджетные Ручки Что для школьников Что для студентов Я бы вообще Не рекомендовал Да То есть Обратите внимание Тот же Биг Если хочется Что-то бюджетное И одноразовое А так Да Безусловно Ручки С каким-то Мировым Именем Даже В бюджетном Классе В своем Работают Вполне себе Неплохо Можно найти Что-нибудь Такое Этакое Вот я Например Показывал Вот такую Вот ручку Пожалуйста Китай Там их штампует Сотнями И оказалась Она Знаете Ну Очень даже Приятная Опять же Учитывая То что Ладно Тоже Другая История Вот Но в общем Самые дешевые Но неймы Не берите Берите Хоть какие-то Более-менее Марки Ну и пробуйте Пробуйте Все познается В сравнении Потому что Каждый раз Там Не получится Ну так Взять и сразу Чтобы было идеально Идеала не существует Все равно Ты находишь Что-то Для себя Где-то плюсы Где-то минусы Под какие-то задачи Под свои Разные ручки Используешь Можете написать Какие у вас Любимые бренды Какие у вас Любимые ручки Чем вы пользовались Давно Или пользуетесь Сейчас Вот как-то так Ну и Если есть вопросы С удовольствием Отвечу на них По ссылкам В описании Там есть темы Где отвечаю на вопросы Ну а лучше всего Это прийти на эфир Ссылки тоже На это все Есть в описании Подписывайтесь на Телеграм И на все остальные Тоже ресурсы Все кто подписался Молодец Спасибо вам большое Ставьте Пальцы вверх Ну и вот это все проще Я уже 10 раз Сказал Не болеть Не чихайте Пишите красиво Пишите Хорошо Удобно И Не пачкайте листы Всем удачи Всем пока Пальцы вверху Пальцы вверху Пальцы вверху Пальцы вверху Пальцы вверху Пальцы вверху